мне задали вопрос как же перебрасываются матки через границу ну вот собственно так вот они перебрасываются вот он я вот они матки мы находимся в дортмунде мы прилетаем в кутаисе здравствуй грузия остров напоминающий сердце поехали по трассе у нас человеку стало плохо его прикачало и вот тут остановились около пасеки прям во время он захотел и купила мед каштана маленькую баночку 10 лари это 4 евро килограмм где-то примерно сейчас нам предлагают медовухи и мальчик вот занимается учить уроки это иваны дедушка я так понял это внук да ваш сын вам она научить чтобы он по-русски говорил молодец учение свет вот это папа это сын вы сами до пчел держите здравствуйте поскольку мед стоит вас сколько там граммов полкилограмма 4 евро а это инжир до варенья авария сколько стоит это варенье валина до роза это гречки орехи так варенье мы обязательно купим сейчас мы сходим это мед шишки сосновые шишки очень вкусно полезно от кашля пропустят нет он там имеют домой я уже такое пробула гает от простуда очень хорошо в крыму я такое в крыму я покупал мы находимся в тбилиси сейчас мы поедем на такси в тель-ави семью грузинскую пчеловодов и проведем там день мы хотели туда обратно но нам сказали что так не делается и надо ехать с ночевой что так не по-грузински вот такой вот грузинское гостеприимство мы ищем такси вот узнаю сколько будет стоить поехать на сколько по километрам у недалеко может что полтора я смотрел по гуглу в общем то такие у нас впечатляет итак мы едем в тель-ави на пасеку вот это мы сейчас находимся на каком-то перевале высота 1620 метров только сейчас я понял что такое значит морозная свежесть реально такое как прохлада и блин вроде тут же тепло солнце светит интересное ощущение я так высоко еще не был своей жизни пешком только на самолете поэтому для меня как бы это новое вот что хочется сказать по пути сюда мы видели очень много пасек на самом деле таксист был прав который нас встречал сказал пчеловодство в грузии очень развито пасеки есть большие видно что стоит много улев также есть маленькие пасеки где стоит там может 10-15 улев вот ну пару раз мы видели может по три по четыре гуля это по всему пути от батуми до тбилиси и сейчас тель-ави мы едем завтра мы поедем в горе нет вру послезавтра вот так вот выглядит все ну что прохладенько да так интересное ощущение жарко вроде и прохладно да морозная свежесть еще выше чем я служил выше нет я 200 где 600 очень модно очень модно сигналить в грузии все сигналят чтоб так сигнали когда-то где-то еще никогда не слышал вот это долина обалдеть нет однозначно если кто хочет ехать грузию надо ехать саму и все это саму смотреть все это не передать а так вот контрабандой возят маток мы находимся в тель-ави вот там чуть дальше кавказские горы там находится уже чечня а так возят чел они приехали к новому хозяину и так нахожусь а в хакете взял я одну матку условно кавказский пчел я надеюсь что это кавказский пчел потому что по всем признакам это кавказский пчел с одной семьи мы насобирали вот такой комок прополиса реально столько прополиса никогда не видел чтоб с одной семьи конечно если собираясь только прополиса семьи то можно заняться этим делом сбором прополис потому что спрос есть но для нас то трудоемко и взял одну маточку по признакам всем пчел очень миролюбивые вот маску я одевал потому что все таки путешествую и как сказать боюсь что у меня накусает а конкретно вот эту матку отбирали полностью без маски вот пчела по окрасу серая и одна как сказать может процентов 10 только пчел были с красной полоской можно же меньше вот и признак это конечно прополис и доброта была очень идеально в общем я очень рад что заимел такую маточку посмотрим как она будет жить теперь будем вот зарить настоящий грузинский шашлык на виноградной лозе такого мы еще не кушали мы живем семье знакомых довелось нам и мы очень рады мы покушали сегодня еду грузинскую домашнее вино выпили и вообще классно люди сейчас в парке мы были очень хорошие попались просто мы сегодня только заметили что стоят они так и не возят до никуда их пакеты продавай германию вылез 6 часов утра впечатлений очень очень много всем понравилось в грузии единственный минус это то что мало надписи на русском языке практически отсутствует подходишь к вещи не знаю что это такое сам большой минус грузии потому что большой поток русскоязычного туризма идет это с украины идет с германии очень много людей было и как бы практически невозможно посмотреть что это такое приходится спрашивать чтоб тебе объяснили но люди говорят раньше было все на русском мы надеемся все будет так как раньше и что это временно и это все было связано с режимом сакашили которая в принципе большинство людей недовольны